Конфликт между правительством Крыгской Республики и компанией Центера Голд Инк дало повод некоторым экспертам заявить о том, что это негативно повлияет на инвестиционную привлекательность страны. Но если полистать мировые ленты, то подобные споры – обычное дело в мировой практике. Правительства судились даже с мировыми гигантами, и никто их не включил в черный список для инвестирования. К примеру, в Нигерии после многолетних судебных разбирательств компания Шелл обязалась заплатить стране 111 миллионов долларов за утечки нефти из трубопроводов в 1970-х годах прошлого столетия. Разбирательство шло целых 20 лет, и в конце концов мировой гигант проиграл суд. Изначально Нигерийский суд оштрафовал компанию на 41 миллион долларов, но компания ничего не выплатила, и к 2020 году сумма штрафа с процентами достигла 111 миллионов долларов. У них закончились уловки, и они решили прийти к соглашению. Цитирует адвоката Люциуса Нвоса издание «Лентаро», который представлял интересы местного сообщества. Именно они судились с нефтяным гигантом. Оказалось, что это не единственное судебное разбирательство Шелл из-за загрязнения окружающей среды в этой африканской стране. В 2008 году на нефтяного гиганта завели дело после жалоб фермеров в долине реки Нигер. Крестьяне утверждали, что с 2004 по 2007 годы из нефтепровода компании происходили утечки, из-за чего земля стала непригодной для сельского хозяйства. Несмотря на протест компании, суд обязал их выплатить компенсацию местным фермерам и установить оборудование для предотвращения ущерба в будущем. Кроме того, как пишет BBC, в 2017 году Шелл призналась в том, что вела переговоры с коррумпированным чиновником Нигерии, чтобы получить право разработки месторождения нефти. Несмотря на эти случаи спора с мировой компанией, инвесторы не перестали вкладывать в экономику этой африканской страны. Так, в первом квартале 2021 года объем прямых иностранных инвестиций в Нигерию достиг 2 миллиардов 100 миллионов долларов. В 2012 году власти Аргентины национализировали компании UPF – добыча нефти и газа. На такой шаг правительство пошло не из-за экологических проблем, а недостаточного объема добычи нефти, из-за чего стране пришлось импортировать нефть. Но из-за этого страна не стала менее привлекательной для инвесторов. В 2019 году чистый приток прямых иностранных инвестиций там составил 6 миллиардов 600 миллионов долларов. По данным за 2013 год Министерством охраны окружающей среды Перу были восстановлены 135 горнодобывающих проектов на общую сумму 7,5 миллиардов долларов. За первый квартал этого года чистый приток прямых иностранных инвестиций в экономику Перу составил 3 миллиарда 300 миллионов долларов. Можно предположить, что во время вышеперечисленных споров среди общественности этих стран находились и те, кто заявлял об отпугивании инвесторов. Но, как показывает практика, инвестиции в эти страны продолжают поступать. Ведь инвесторы тоже умеют анализировать и понимают, что в большинстве случаев компании нарушали закон.